Ребята, хочу представить вам молодой канал HotChina. Автор делает лизунов, выращивает и издевается над шарами Орбис, взрывает танцующего робота, обозревает посылки из Китая, а также проводит нереально крутые конкурсы в каждом видео. Кстати, сейчас на канале проходит летний мега-конкурс на три приза. Подписывайтесь и участвуйте. Ссылка в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале Алекс Бойко. И сегодня мы с вами будем делать желатиновые стаканы из Кока-Колы и Фанты. Для этого нам понадобится, во-первых, Кока-Кола, во-вторых, Фанта, затем вот такие пластиковые стаканчики на пол-литра, такие стаканчики на 0,2 литра и, соответственно, много желатина. Итак, приступим. Берем стакан на 250 мл и засыпаем сюда 5 упаковок желатина по 25 грамм. Высыпаем в тарелку и заливаем Кока-Колой. В общем, долго мешал-мешал я. Вот такая вот штуковина получилась, очень пенистая. Мне кажется, нужно поставить его, чтобы оно настоялось. И переходим к Фанте. Берем снова полстакана желатина, высыпаем в тарелку и заливаем полстакана Фанты. И это тоже начинаем тщательно перемешивать. Вот такая у нас получилась Фанта, тоже почему-то очень пенная. И поэтому, я думаю, ее тоже нужно поставить отстояться какое-то время. Прошло уже примерно час. Вот так выглядит Фанта, а вот так выглядит Кока-Кола. Пена почему-то совершенно не уходит. Я даже не знаю, заливать с пеной или еще подождать. Подожду-ка я еще немного. Спустя время пузырьки так и не исчезли, и я решил заливать как есть. Сначала я вылил смесь из Фанты в пол-литровый стакан, а затем то же самое сделал со смесью из Колы. Затем я взял два маленьких пластиковых стаканчика, заполнил их наполовину холодной водой и опустил в стаканы с желатином. Для того, чтобы они не всплывали, я положил сверху линейку и прижал ее грузиками. Затем я выровнял маленькие стаканчики, чтобы они находились ровно по центру больших. При помощи шприца я аккуратно долил смеси в оба стаканчика до самого верху и поставил все это в холодильник. Но тут я заметил на полке стакан для виски в виде черепа, который я купил на Алиэкспрессе и подумал, что можно залить оставшийся желатин в этот стакан и сделать еще желатиновый череп. Не долго думая, я вылил все остатки желатина с Колой в этот стакан. Мне кажется, должно получиться очень прикольно. На следующий день я вытащил стаканы из холодильника, убрал грузики с линейкой и вылил воду из стаканчиков. Затем аккуратно извлек из середины маленький стаканчик, надрезал большой стаканчик и оторвал его по кругу. Затем то же самое сделал со вторым стаканом. Получились вот такие прикольные желатиновые стаканы из Колы и Фанты. Они оказались очень гибкими и упругими, как резина или силикон. Я думаю, даже если бы я захотел их разорвать, то это получилось бы с трудом. Такие они вышли крепкие. Стакан из Фанты получился более прозрачным, а стакан из Колы более темным из-за большого количества пузырьков газа в Кока-Коле. Нужно было сначала выпустить весь газ из Колы и только потом заливать Колу в желатин. Но все равно стаканы получились зачетные. В эти стаканы можно запросто наливать любые холодные напитки и с ними ничего не случится. Можно также насыпать в них конфеты, как в вазочке. И это очень необычно выглядит. А что у нас получилось со стаканом для виски в виде черепа? Я не был уверен, что получится красиво извлечь череп из стакана, ведь его нельзя разрезать. Но приложив немного усилий, я таки извлек застывший желатин из стакана. Череп получился просто отличный. Посмотрите, как четко отпечатались зубы, глазницы и нос. Череп просто чудесный вышел. Упругий, как резина. Прям какая-то игрушка антистресс получилась. Я надеюсь, вам понравились желатиновые стаканы и череп. Если да, то не поленитесь поставить лайк и перешлите ссылку на это видео своим друзьям и знакомым. И большое спасибо всем моим преданным подписчикам, которые смотрят мои ролики и поддерживают меня хорошими комментариями. Я снимаю для вас, ребята. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok